Здравствуйте, это Игнатий Тихонович. Вас не видно почему-то. Да вот я включил. Ну вот я слушаю, говорите. Да вот мы звонили вам, звонила вам мама моя. Я был занят, сейчас вернулся. Ну не сейчас, где-то в том году что-ли, летом мы вам звонили, да. Ну тут большой мастер и направил, что я даже летом здесь находясь могу разговаривать. Говорите, что хотели. Вот ситуация с племянником, вот такая. У меня племянник, у сестры сын. Ну и что? Они остались без отца. Отец там, ну у них ситуация там, суды там в общем тоже. Ну в общем, ребенок живет один, воспитывается в женском обществе только лишь. То есть, соответственно, вы сами понимаете, да, как воспитывается мужчина, да, что он там воспримет. Вы считали, что у нас все записывается, сставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, да, ну там же на месте живут люди, они знают, кому и что. Так, как решать? Тут никак нельзя ничего сказать. Лучше не... Я думал... Я хотел сказать, что лучше не вмешиваться в это дело-то. Если накормлен, напоен, сколько лет ребенку? Ну где-то 7 ему уже. Ну у них родственники найдутся какие-то. И что ты... Помощь какая, что? Голодный он там? Да не голодный, а дело в том, что мужчина нужен. Потому что он не слушает. Вот мама ему сказала, ну, моя мама, да, это бабушка его. Он ее не слушает, он так чисто ведет себя, как, ну, играет в это. Вот нужно прослушать там, он слушает чисто для вида. То есть он не воспринимает. Ну это от вас зависит. Вот я начальник детского лагеря, 45 лет. Передо мной прошли тысячи детей. Ну, всякие были. И поэтому родители у меня, когда принимал детей, расписываются, что я им могу наказать физически крапивой или сеткой. И все они слушаются. И все, они ходят как надо. Я бы хотел, знаете что, Ильнатий Тихонович, позвонить, чтобы мы поговорили с мамой, с моей и с вами. Потому что вот пока еще вы еще на месте, может быть, как-то ребенок бы что-то в себя, ну, воспринял бы от вас, от общества, в котором с вами был и вы. То есть как-то бы, потому что, я думаю, это дело серьезное. Потому что если он авторитетов не имеет сейчас, а он женщин строит сам, то есть хитрит и так далее, то потом он станет преступником. Вы сами знаете. Да, это так. Но надо сейчас, пока поперек лавки лежит. А когда повдоль ляжет, он будет командовать. А он уже командует. То есть он хитростью их берет. А они не могут ничего сделать. Они ничего не могут сделать. Так, а ничего сделать? А что именно они делали? Это нам нужно с мамой, чтобы она сказала. Ну, пускай она и приходит. Тогда разговор окончен. Он во сколько встает? Во сколько встает он? А ребенок? Ну да, ребенок. Не корова же. Ну, я даже не знаю. Ну, как обычно. Второй вопрос. Сколько раз в день он ест? Я не знаю. С кем он играет? Его товарищи, какого возраста? Наверное. Это можно сейчас с бабушкой. Вот тогда все, разговор закончен. Еще что-то у вас есть? Тема закрыта для нас. Мы ничего не знаем. И ответить никак нельзя. Но эти вопросы, когда мне дитя привозят, я решаю сразу. Можно брать или нельзя? Я знаю. Вы знаете, да? Ну, вот так. Бывает больной, совершенно больной. Признают рак позвоночника. Я только одно условие. Все таблетки в туалет высыпьте. Тогда я возьму. А потом через две недели, она у меня уже, девочка, играет в футбол. Вот как. Это Бог делает так. Поэтому молитва. Днем, ночью. Ребенок должен играть. Молится с нами вместе. Вовремя встает. Купается несколько раз в день. Собираем ягоды. Они все у меня знают. С ними работа идет. День и ночь. В среднем у меня было 108-109 человек. И каждому дай своего ума. Все на этом ухожу. До свидания. До свидания. До свидания. Все хорошо.